мы все привыкли к тому что продохранители как правило бывает плавки плавки и продохранители это маленькая трубочка стеклянная которая находится проводок на определенный ток это продохранитель вставляется в свое гнездо и когда ток превышает заданное значение этот продохранитель просто выгорает проволочка внутри него выгорает мы должны его демонтировать и вставить другой продохранитель но сегодня мы поговорим о электронном продохранителе электронный продохранитель это очень интересная тема сейчас мы разберем схему электронного продохранителя вы видите что электронный продохранитель собран на транзисторах у него есть вход сюда мы подаем напряжение есть выход напряжение отсюда выходит мы подключаем постоянный ток очень важно соблюдать полярность плюс и минус как устроен электронный продохранитель мы видим что есть три транзистора это электронные ключи которые коммутируют напряжение которое подается на вход и выходит с выхода далее основные характеристики этого продохранителя регулировка тока у него ток срабатывания от 0 1 ампера до 3 ампер в данном это в данном случае рабочее напряжение от 5 до 30 вольт то есть мы можем в таких пределах использовать для нашей аппаратуры этот электронный продохранитель мы подключаем напряжение от источника питания на вход на выходе мы получаем уже напряжение которое регулируется этой схемой как эта схема работает если ток у нас в заданных значениях 100 миллиампер до 3 ампер в этом случае электронный ключ на транзисторы t1 открыт через резистор r1 в свою очередь он открывает транзистор t2 это мощный транзистор потому что через него течет большой ток и напряжение у нас со входа поступает на выход это в том случае если у нас ток в заданных пределах не выше 3 ампер в данном случае опять повторяюсь данном случае в этой схеме регулируется ток резистором r4 он регулируется ток срабатывания от 100 миллиампер до 3 ампер р4 резистор r2 r4 и r6 они являются датчиком тока вот эта цепочка из трех резисторов это датчик тока он управляет транзистором это датчик тока управляет транзистором t3 который управляет транзистором t1 это тоже электронные ключи это все электронные ключи и t1 управляет транзистором t2 допустим что у нас ток увеличился в том случае если ток нагрузки превышает заданное значение заданное значение напряжение на эмиттерном переходе транзистора t3 падает он открывается и шунтирует эмиттерный переход транзистора t1 при этом мы можем не брать в расчет резистор r1 который подает напряжение на базу потому что напряжение на базе t1 относительно эмиттера получается настолько малым что он просто а запирается этот транзистор запирается закрыт и ток через него не течет и поскольку он свою очередь управляет мощным транзистором t2 то напряжение в цепи t1 r5 t1 r5 видите t1 и r5 оно становится настолько малым что не хватает для открытия этого мощного транзистора t2 и он закрывается а поскольку транзистор t2 закрыт то напряжение со входа на выход не поступает так работает электронный предохранитель еще раз повторю что установка порога срабатывания электронного предохранителя задается резистором r4 резистор r3 он необходим для ограничения тока который протекает через транзистор ведь и 2 для устранения импульсных помех установлен конденсатор c1 мы разобрали всю эту схему она очень просто работает и очень красиво работает если мы не превышаем заданный ток у нас напряжение со входа переходит на выход как только ток у нас выше чем 3 ампера еще раз повторюсь для данной схемы в данном случае у нас транзистор t3 открывается при этом он шунтирует транзистор t1 и закрывает его в то же время этот ключ закрывает мощный транзистор через который подается напряжение и напряжение не поступает со входа на выход что мы можем еще сказать про электронный предохранитель у него конечно есть и плюсы и минусы минус такой к примеру это затраты на энергию потому что в схеме есть мощный транзистор и сама схема потребляет какую-то энергию до незначительную но что-то потребляет но если важный плюс это более быстрое время срабатывания и возможность регулировать порог срабатывания то есть если у нас стеклянный предохранитель вот я его нарисую это стеклянный предохранитель вы его хорошо знаете внутри проволочка у него есть тоже порог срабатывания этот предохранитель сгорает гораздо позже чем сработает электронный предохранитель то есть наша схема сработает гораздо раньше и отключит нагрузку от напряжения то есть у нас ничего не случится плохого следующее очень интересный момент вы знаете что предохранители бывают разные скажем 100 миллиампер 0 5 ампер 1 ампер 2 ампера 3 ампера то есть если нам необходимы разные предохранители мы должны их приобрести и вставить гнездо предохранителя не на необходимый ток тот предохранитель что необходимо в этом случае мы не должны приобретать стеклянные предохранители на разные токи в этом случае мы просто регулируем резистором r4 ток срабатывания отключения входа и выхода на тот ток который нам необходим это очень удобно то есть это как бы экономичнее и очень важно это время срабатывания очень быстрое время срабатывания мы сегодня с вами рассмотрели электронный предохранитель как он работает все со стороны его части мне очень нравится эта схема она очень четко работает если вам понравилось это видео вы можете переслать ссылку своим друзьям пусть они тоже посмотрят как работает предохранитель электронный может быть они даже повторят эту схему у себя также вы можете поставить лайк подписаться на наш канал нажать на колокольчик чтобы получить и новые ролики в котором